Мы снова обсуждаем с астрофизиком Ольгой Олейник вопросы, касающиеся эволюции звезд. Я считаю, что это очень интересная тема, тем более, что сейчас она настолько стала популярной и считается неразрывной частью современной, так сказать, науки и культуры, что даже вопросы по этому поводу вошли в ЕГЭ. В наше время это были более специфические вопросы, которые не заставляли, так сказать, проходить настолько серьезно. Да что уж там говорить. Знания об этой сфере меняются от научной конференции к научной конференции, от публикации к публикации. Это как незаметное поступательное движение, кажется, освещающееся редкими, но яркими вспышками каких-то открытий, доказательств. Но когда вы смотрите на то, что было 10, 20, 30, 40 лет назад, то есть больших каких-то изменений вы не заметите. Но если вы следите за подробностями, там какая-то подробность, тут какая-то подробность. Вот. И это не то, что наша память нас подводит, а иногда просто происходит коррекция каких-то вещей. Вот сегодня мы обсудим, как на сегодняшний момент более или менее мы понимаем в себе, как по-разному развиваются звезды. Опять же, надо, конечно, сказать, что это наши теории. Мы, в принципе, имеем очень много доказательств, что они достаточно близки к истине. Есть много вопросов, которые даже не имеют подобия ответа. Например, в каком состоянии находится вещество внутри нейтронной звезды. Что в действительности происходит в сингулярности внутри черной дыры. Мы даже не пытаемся, то есть современной физикой, описать те состояния вещества в таких запредельных условиях. Но наука развивается, это увлекательный процесс. Вот. И я предлагаю Ольге рассказать нам именно о том, как мы понимаем эволюцию звезд. Сейчас. Ну, сейчас. Пожалуйста. Ну, в целом, понимаем мы этот процесс очень в общих чертах. Основные идеи, предположения о том, что зачем идет, мы считаем, что мы это понимаем. Вот вы сказали про нейтронную звезду. Мне захотелось сразу посмотреть уравнение состояния газа нейтронного. Это интересно. Что-то там пишут про этот газ, я уверена. Вот. Но, значит, начинаем мы всегда наши дела в протооблаке или протодиске, где у нас изначально образуется... Ну, кто у нас сначала? Наверное, в галактике мы не будем ходить. Мы уже ходили в прошлый раз. Давайте посмотрим в просто галактические рукава там или что-то такое, какие-нибудь туманности, может быть, даже одиночные скопления газа, где у нас могут образовываться звезды. В общем, там, галактическая неустойчивость, джинсовская масса, схлопнулось что-то. Прежде этого мы должны сказать, что звездообразование, оно может быть локальным проявлением каких-то очень глобальных процессов. То есть столкновения галактик, какие-то изменения на уровне галактики могут приводить к зонам большего, так сказать, сжатия вообще вещества в каких-то местах и давать прямо взрывы звездообразования. Мы это наблюдаем в определенных неспокойных местах галактик. Всяческие изменения, как бы, вот когда оно устоялось уже, звезды прогорели, распылились. Если там все спокойно, то там чаще всего так и будет оставаться все спокойно. Но стоит чему-то серьезному измениться, чаще всего какие-то гравитационные взаимодействия. Когда вы как будто бы снова перемешиваете все это вещество, создаете новые какие-то центры высокой концентрации. Вот прекрасная иллюстрация, снимок Хаббла – это столпы творения. Огромные газовые облака, где мы видим, что там зарождаются новые звезды. И сквозь вот эту пыль мы видим прямо, как они начинают там светить. То есть тоже это, если ничего не трогать, то по закону первого ньютона, да, то ничего не происходит. Если тело движется там равномерно, это самое, и прямолинейно, и на него не действует никакая сила, так оно вечно и будет двигаться. А здесь можно это перенести в то, что если оно будет в такой очень низкой концентрации, то ничего, в общем, и не случится, скорее всего, потому что оно может и слипнется где-то, а может не слипнется. То есть да, гравитация действует на очень большие расстояния, но это очень слабая сила. И стоит какому-то возмущению действовать против нее, и тогда все пойдет на смарку, и ничего у вас не слипнется. Получается, то есть, что глобальные какие-то явления создают то, что мы называем неси, как бы детские сады, детские сады звезд, да, где идет очень активное звездообразование. Это интересная тема, посмотреть вообще, прокатегоризировать тоже, где это может происходить. Но в основном просто нужно, так сказать, для роста чего-то растительного нужно теплое и влажное место. Также здесь нужно просто достаточно концентрированное вещество и достаточно массивное. То есть, чтобы было из чего это делать, и чтобы достаточно плотное, чтобы это не было какой-то разреженной средой. Так, ну, в общем, начали мы делать звезду. Сферическая форма – самая удобная форма, самая гравитационно выгодная, да, как у нас природа, стремиться к минимальному затрату энергетическому. Ну, конечно, если мы начнем это все дело раскручивать, оно будет понимать дисковую форму, да, мы знаем, что у нас есть диски, можем-то тоже про них поговорить чуть позже, но здесь мы ничего не крутим. Мы можем привести пример звезду Вега, она находится в 25 световых годах от нас. Ее скорость вращения вокруг своей оси настолько велика, что она принимает форму скорее яйца. Да, да, кстати, отличный пример такого компромисса. В общем, да, и как бы, собственно, эволюция, вся эволюция звезд завязана на изначальной массе, которая у нас сформировалась. Если эта масса будет до 8 масс Солнца, понятно, что больше еще огромную роль помимо массы играет химический состав звезды, да, то есть у нас масса и химический состав. Но если мы немножко как бы усредним это дело все по всем звездам, примерно взяв один и тот же химический состав, то условная граница будет лежать на 8 массах Солнца, измеряем мы массы звезд в массах Солнца, чтобы было понятней, так сказать, сравнивать это все дело с нашим Солнцем. Вы имеете в виду, что достаточно 0,08 массы Солнца, чтобы начались реакции? Нет, это я, конечно, ушла вперед, потому что про реакции другой вопрос. Да, то есть существует и нижняя граница вообще, чтобы наш объект зашел в категорию звезд, да, ему тоже нужно что сделать, начать гореть, чтобы внутри этого объекта начались термоядерные реакции. Но я почему-то ушла вперед, потому что я так очень бегло решила обобщить, сказать, что вот до 8 масс Солнца у нас будет получаться белый карлик, уже совсем в конец смотрю, а после 8 масс Солнца что-то более интересное, экзотичное. Но да, это скорее я уже смотрю на такой старый звезд, это уже их окончательные какие-то варианты, в которых они остаются. Основная, конечно, жизнь звезды, основная жизнь звезды – это ядерное горение, это светение, они в основном светят, это их первоочередная задача, и следствие, собственно, этих реакций, потому что, конечно, такое количество фотонов родить – это тоже нужно постараться. Ну, можно здесь рассказать еще то, что у нас горит, да, загорается у нас, гореть могут разные вещи, да, у нас в основном доминирует, конечно, по составу водород, за водородом идет гелий, после гелия уже в зависимости тоже от вида звезды. То есть, в принципе, можно что-то общее сказать о всех звездах, как бы обобщить, сказать, что в целом все звезды у них у всех доминирует водород, а второй элемент в составе – это гелий. То есть, уже приятно, что можно хоть как-то обобщить, а дальше уже в зависимости от конкретного случая могут быть разные элементы. Поэтому гореть, гореть первым… Вот очень часто говорят «горит», но мне очень не нравится это определение того, что происходит. Для меня горение – это процесс окисления. То есть, горение – это очень быстрый процесс окисления и разрывания химических связей. А здесь мы наоборот… То есть, горение – это разрушение. А здесь мы говорим о термоядерном синтезе, и поэтому такие слова, как «гореть», хотя они легитимны, все о нем говорят – горит, выгорает, ядро выгорает. Видимо, они это связывают с горением, то, что горение дает как бы излучение энергии, и термоядерный синтез тоже дает излучение энергии, и, соответственно, они сравнивают с этим. Но все-таки вот у меня в представлении, что горение – это окисление, то есть, горение невозможно без кислорода, и это разрушение, где энергия химических связей излучается. А все-таки термоядерная реакция, она именно связана с синтезом. То есть, созданием чего-то нового? Да. В принципе, тут можно тоже с вами поспорить, сказать, что горение, конечно, разрушение дерева, но создание пепла, которое тоже бывает очень нужен в хозяйстве, не знаю зачем. Но ясно, что в структуре происходит разрушение, а здесь синтез, созидание. Ну, просто как бы да, то есть здесь элементы приходят в другие элементы, то есть они не разрушаются, хотя можно сказать, что часть из них превращается, то есть они дают много энергии в процессе этого синтеза, и эта энергия, она уносится вместе с излучением, и, собственно, поэтому мы видим, греемся на солнце в том числе. И, насколько я знаю, у нас в солнце горит водород, потому что как только в нашем солнце начнет гореть гелий, нам будет не до смеха, потому что на этом этапе форма звезды меняется. То есть вообще, на самом деле, в основном состоянии больше чай звезд, это, конечно, вот пример желтого карлика, на самом деле крайне распространенный тип звезды, может быть, не самый, да, есть очень горячие звезды типа Вольфа Рае, которые вообще бешено светят. Наше солнце, оно так как бы в очень таком умеренном темпе, но, возможно, мы все с солнцем и сравниваем, поэтому для нас это такая некоторая середина, потому что мы относительно него все равняем. Ну и, конечно, подород. Ну, если мы скажем по чистоте, как раз во Вселенной звезды небольшие, то есть если мы будем делать статистику, статистический анализ, то будут чаще встречаться звезды меньше массы Солнца, либо все-таки массы Солнца, чем звезды-гиганты, да? Ну, скорее, да, еще интересный вопрос спектрального класса, потому что вот если мы говорим про, да, свечение, Солнце где-то действительно посередине, вот, но мне лично так казалось, кто не согласен, может меня поправить, будет приятно. Соответственно, водород у нас закончится в Солнце, это факт, как и в других звездах он тоже заканчивается, и на этом этапе, конечно, вот эта вот компактная, все же компактная структура звезды, яркая, она меняет свою форму и раздувается, ее резко раздувает, значит, оболочка становится очень прозрачной и большой, то есть звезда может раздуться там до 10 раз, до границ точно не скажу, но в 10 раз точно может раздуться, и, соответственно, это вещество, которое станет на, как бы, вот оболочкой, да, оно из того, что оно разрежено, и оно огромное, да, на огромное расстояние от центра отстоит, оно очень слабо гравитационно держится, но, например, мы в нашей системе, возможно, этого не почувствуем, когда наше Солнце раздуется, но, например, в какой-нибудь двойной звезде это вещество легко может быть украдено вторым звездным компонентом или двумя звездными компонентами. То есть звезда, она находится в балансе, действуют две силы, да, сила гравитационная, которую сжимает, и сила, как бы, силы между частицами, из которых она состоит, не дающие сколлапсироваться, то есть сжать эти частицы до каких-то других совершенно форм, то есть и происходит баланс. Поэтому звезда остается, как бы, одинаковых размеров достаточно долгое время. Но в процессе термоядренного синтеза в ядре звезды происходит потеря массы. Происходит потеря массы внутри звезды за счет того, что есть формула Эйнштейна, энергия равна массе на скорость света в квадрате. Раз в результате термоядренной реакции масса превращается, часть массы превращается в энергию, то гравитационная сила, притягивающая внешние слои, начинает уменьшаться. И таким образом вот эта разреженная внешняя часть звезды начинает расширяться. Именно за счет потери массы в ядре. Да, там еще есть такая интересная вещь, как слоевые источники. То есть, предположим, у нас, то есть, как бы, условные слои есть как бы ядро и оболочка. Я думаю, что все это себе представили, ядро и оболочку. А представьте, что вы еще, вот область перехода ядра и оболочки, там есть такие подслои. И вот, например, у нас есть самое центральное ядро, и там у нас остановилось горение, горение, синтез остановился. А ближайший источник может содержать водород, да? То есть, водород здесь закончился, а здесь как бы уже немножко другая зона. И оно может все немножко поджаться, и в этом слоевом источнике загорится водород. То есть, в принципе, теория, теория вот этого синтеза, она включает в себя такие многоуровневые процессы. Но в целом, в целом, и в какой-то момент, и в слоевых источниках тоже водород просинтезирует, скажем так. Да, в более крупных звездах... Хочется сказать, горит. В более крупных звездах, действительно, это может быть еще ярче. То есть, там будут идти реакции в разных слоях, будут одновременно идти термоядерные реакции. Вот. Но, вы говорите, мы это заметим, мы это заметим. Дело в том, что по мере продвижения эволюции Солнца, его температура будет расти. И это приведет к невозможным условиям на Земле. А далее за счет расширения этой оболочки даже она может быть поглощена этой оболочкой и уничтожена совершенно. То есть, не заметить этот процесс мы как-то не сможем, если будем оставаться здесь. Но у нас есть еще около 4 миллиардов лет, примерно еще половина времени, такая же половина, что наше Солнце существует. Опять же, повторяю, это очень вероятное объяснение, как развиваются звезды. Хотя мы никогда не можем предсказать, какие удивительные еще открытия и прочие вещи могут в будущем поменять наши представления. Ну, давайте тогда поговорим с нашей звездой как бы более или менее ясно. Она расширяется, в смысле будет расширяться. И вы ее так пренебрежительно назвали «желтый карлик», это правда. Но этот термин очень редко используется, потому что это наше Солнце, и мы его как бы чисто психологически не хотим считать карликом. Поэтому мы говорим, что звезда основной последовательности. Вот. И масса ее, я специально запомнил, равняется 10 на 33 степени грамма. И я специально запомнил, что 0,08 от этой массы достаточно для того, чтобы у объекта начиналась термоэлемная реакция. Соответственно, естественно, в таких газовых гигантах, как Юпитер, никакой термоэлемной реакции говорить нельзя, потому что он во многого-много раз меньше, чем 0,08 массы Солнца. А вот у объектов уже приближающихся, их называют коричневыми, brown wolf, да, то есть коричневыми карликами такие звезды встречаются, и считается, что они достаточно распространены. Что же будет с нашим Солнцем дальше, когда термоядерная реакция как таковая остановится в центре, потому что все уже перейдет в гели, и может далее, там может дойти до углерода, а внешняя оболочка настолько расширится, что начнет улетучиваться, и на месте звезды останется так называемый белый карлик. Белый карлик – очень компактный объект, очень высокая, естественно, температура, очень долго он будет остывать еще за счет того, что площадь излучения у него очень маленькая, а чем меньше площадь излучения, тем дольше он будет остывать. Если бы площадь была больше, то да, он быстрее бы остывал. Вообще, надо сказать, что фотоны, которые образуются в результате термоядерной реакции, добираются до поверхности Солнца, им это берет тысячи лет добраться. То есть это не то, что мы видим сейчас, это то, что вчера было испущено в результате термоядерной реакции. Очень долго они выбираются, потому что плотность вещества очень большая, идут поглощения-излучение, поглощение-излучение, поглощение-излучение. Вот. Поэтому, как бы, скорость света остается всегда постоянная, но вот эти вот миллиарды-миллиарды поглощения-излучения-поглощения-излучения введут к тому, что фотон, образовавшийся в результате термоядерной реакции, покидает поверхность Солнца через тысячи лет после того, как он был излучен из этой реакции. И вот в течение 9 минут он достигает нас. И вот то, что у Ольги в окно светит Солнце, я видел, когда мы начинали передачу «У меня светит Солнце», вот эти фотоны, они начали свое существование в результате термональной реакции многие тысячи лет назад. И только сейчас очень быстро, всего за 9 минут преодолели так называемую астрономическую единицу. Это как раз расстояние от Солнца до Земли. И вот они упали на сетчатку нашего глаза и передались в наш мозг. Вот такая вот интересная у них судьба. То есть звезда не хочет делиться фотонами. Звезда не хочет. Она их зажимает и до последнего, а когда уже делится, так сразу же. Я бы сказал так. Практически все звезды страдают лишним весом. Кто-то меньше, кто-то больше. И решают проблему лишнего веса не занятием спорта, а термоядерными реакциями. Надо сказать, что термоядерные реакции совсем не так эффективны, как нам может показаться. Если вы возьмете объем, скажем, вещества, из которого состоит человек, и такой же объем звездного вещества в центре звезды, то мы излучаем больше энергии, чем тот же объем вещества в центре звезды. Вы представляете? Почему? Ну, мы, естественно, излучаем энергию, энергии химических этих самых, которые в конечном итоге у нас получились. Дело в том, что если мы будем рассчитывать эффективность этих реакций, она не такая высокая, как нам кажется, на объем массы. Дело в том, что эта реакция очень затруднена из-за кулоновских сил отталкивания, которые не позволяют протонам сливаться друг с другом. Они имеют одинаковый заряд. По нам известным кулоновским законам, чем ближе они приближаются, сила отталкивания растет. И таким образом, в принципе, по обычным условиям слияние протонов невозможно. Но в результате того, что они находятся под таким огромным давлением за счет гравитационного сжатия, под такой высокой температурой, и двигаются с такой высокой энергией, и то, что существует квантовый эффект туннелирования, то, что они являются квантовыми частицами, и их положение определяется их суперпозициями, то есть являются суммой вероятности, в какой координате, в какой момент времени они окажутся, то они могут преодолевать вот этот кулоновский барьер, оказываясь периодически с определенной вероятностью на другой стороне этого кулоновского барьера, то есть настолько близко к другому протону, что могут начать действовать ядерные силы. Ядерные силы чрезвычайно сильны, но действуют на очень близком расстоянии. Так вот, для того, чтобы эта ситуация случилась в звезде нашего объема, получается, что с массы, равной, скажем, массе человека, будет излучаться меньше энергии, тем мы излучаем, как просто люди. Потому что мы-то не излучаем свою энергию. Мы просто берем ту же самую энергию Солнца, заключенную, скажем, растениями в углеродные связи питательных веществ, и с помощью кислорода разрушаем и высвобождаем ту самую энергию Солнца, которую когда-то растения для нас превратили в питательные вещества. Потом, скажем, мы либо покушали яблоко напрямую, либо мы покушали того, кто покушал яблоко. И таким образом мы излучаем ту же самую энергию, в конечном итоге источником которой является энергия Солнца. Но мы это делаем гораздо более эффективно на единицу массы, чем термоядерная реакция в центре Солнца. Так как же так? Мы же не светимся, как Солнце, а Солнце светится. Да потому что по сравнению с нашей массой мы имеем дело с миллиардами, 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 вот мы сказали, 10 в 33 степени грамм. То есть это огромное количество нулей. Понимаете? И вот за счет этой огромной массы мы получаем вот такое интенсивное излучение. Ну, а то, что у нас остается после того, как улетает оболочка, это объект действительно белый карлик, и на нем действительно не может идти термоядерная реакция, он будет остывать. Вот. Но, как Ольга отметила, в системах двойных звезд это еще не конец. Если они достаточно близко находятся, то белый карлик может красть вещество своего партнера, если это особенно звезда, находящаяся в фазе красного гиганта, где происходит расширение, и захватив это вещество, белый карлик, накопив определенное количество украденного вещества, будет периодически вспыхивать, как ново. То есть не суперновое, не сверхновое, а просто новое. Причем мы можем заведомо знать о силе этих взрывов, потому что мы знаем, сколько ему надо украсть вещества для того, чтобы начались эти реакции. И здесь мы будем наблюдать увеличение как бы его светимости, этого объекта, и можем использовать в принципе для определения расстояния до этих объектов, потому что насколько его светимость изменилась, мы можем посчитать, насколько он далеко от нас. Вот. Использовать это явление как маяк. Ну а что касается, а что будет со звездой, которая больше Солнца, вот вы сказали, если она вот... Опять же, вот эти цифры, которые мы называем... Простите, хочется пока не забыла добавить кое-что про белый карлик, что существует предел верхний на массу белого карлика, так называемый предел Чандрасикара. Он равен, по-моему, 1,4 массы Солнца, но в общем это в районе двух масс Солнца, достаточно мало. Что выходя за этот предел, белый карлик уже не может существовать, он превращается в нечто иное, потому что белый карлик состоит из вырожденного газа, что меня в свое время очень удивляло, как же так в один момент это был один газ, а потом что-то происходит, гравитационный коллапс, ну, поджатие, не совсем коллапс, а скорее поджатие такой звезды, и газ совершенно влияет, меняет свою структуру, меняется уравнение, все меняется максимально, это меня всегда удивляло. Ну, это с натяжкой надо называть газом, как бы, потому что плотность такого вещества... Какая это значит штука? Да. То есть плотность этого вещества, она колоссальна, потому что представьте себе, что ядро Солнца, которое имеет огромную массу и в общем огромный размер, оно поджимается, как вы говорите, до размеров небольшого города, до размеров МКАД, примерно. Вот. И, соответственно, можно себе представить, что за экзотическое состояние того же углерода или до чего там дойдет наша реакция, будет на таком объекте. Еще меня всегда увлекало, что когда вот он остынет, что это будет за объект? То есть черный карлик. Ну, какой-то вообще... Это типа как планета будет, но только очень опасная планета, потому что гравитация от этого объекта будет колоссальная, а по размеру-то он будет меньше, не то что меньше Луны, а вот такая вот... Его же не видно будет. Летишь-летишь, у тебя все черным-черно. И вдруг тебя что-то захватило и уже не отпустят, потому что ты пролетел... И ты очень больно ударишься от поверхности, потому что все-таки поверхность точно есть, и она точно очень плотная, сто процентов. Я думаю, что разорвет. Любой объект разорвет при приближении туда. То есть любой макро... Гравитация будет нешуточная. Конечно, несравнимая с черными дырами и прочее, но для прочности наших объектов, которые мы можем создавать своими руками или какие-либо астрономические объекты типа планеты неудачно приближиваются, приблизившиеся или кометы. Мы знаем, что такие объекты гравитация разрывает. Вы помните падение кометы на Юпитер? Да-да-да. Разорвало эту комету на 24 куска, прежде чем они последовательно туда все упали. То есть... Да, об этом мало кто говорит. Мы не знаем, мы никогда не наблюдали черного карлика. Возможно, возраст Вселенной еще недостаточен для того, чтобы белый карлик остыл настолько. Если пользоваться общим представлением о возрасте Вселенной вообще. Мы знаем, что до сих пор существуют настолько старые звезды, что их возраст может быть близок к возрасту Вселенной. Об этом недавно писали. Неизвестно, сколько лет потребуется такого объекта, чтобы остыть настолько, чтобы перестать светиться вообще. Это могут быть миллиарды, миллиарды лет. И мы не знаем, есть ли в действительности уже такие черные карлики. Дело в том, что белые карлики образуются только у долгоживущих звезд. Мы это знаем. Таких, как наша. А это длительность 10 миллиардов лет. То есть, а если мы говорим, что длительность жизни Вселенной всего 13,7 миллиардов лет, то я не знаю, есть ли в нашей Вселенной черные карлики. А вы как думаете? Я не знаю, как мы их сможем детектировать, даже если они есть. Мы можем. Поэтому вопрос открытый. Мы можем. Нет, мы можем. Если они, опять же, в системе двойной звезды оказываются, то по поведению звезды вокруг мы сможем сказать, что она вращается вокруг определенной массы, которой недостаточно, чтобы это была черная дыра. Следовательно, мы сможем... Вот. И она не слишком маленькая, чтобы не вносить... Ну, то есть, в принципе, у черного карлика будет нормальная такая масса, заметная для движения второго объекта. Понятно, что это не супермассивная черная дыра. Прошу прощения, не путать со сверхмассивными черными дырами, о которых мы пока вообще не говорим. Но, да, это будет ощутимое влияние оказывать на второй компонент, и при этом не видно ничего. И при этом не черная дыра. И при этом не черная дыра, потому что при этом мы понимаем, что по орбите вот этого второй звезды мы сможем определить массу объектов, вокруг центра масс которых, она вращается, и мы сможем сказать, что масса этого объекта очень небольшая для того, чтобы подозревать, что там находится черная дыра. Очень интересный вопрос. Никогда не слышал, чтобы о нем кто-либо говорил. И мы можем сказать только, что это, в общем, теоретическое понятие черного карлика. То есть, эти белые карлики будут оставаться на очень долгое время, и они за счет именно очень маленькой площади излучения, очень высокой температуры, будут излучать чуть ли не бесконечно долго, и их можно будет наблюдать именно как белых карликов. Сохранятся ли планеты? Это большой вопрос. Мы говорим о том, что возможно, что планеты могут сохраниться. по крайней мере, те, которые достаточно далеко, потому что здесь мы не имеем дела с взрывообразным процессом. То есть, здесь нет взрыва сверхновой, который бы мог их разрушить или разбросать. Мы даже после сверхновых не можем точно сказать, останутся планеты или нет. Хотя, конечно, кажется, что от такого взрыва там уже ничего не останется. Вот. Давайте поговорим о звездах другой массы. То есть, как современные женщины считают, что все дело в весе, у звезд как раз именно так. Их вес полностью решает их судьбу. То есть, как только звезда образовалась, если у нее как бы практически нет возможности похудеть по-хорошему. Потолстеть может. Она может поглотить другую звезду. Вот. А похудеть-то ей очень тяжело. Ну, то есть, там надо так спланировать, чтобы мимо нее пролетел какая-то черная дыра с такой скоростью, чтобы оторвало от нее кусок, чтобы она, так сказать, похудела. Но это будет, ей не понравится. Это будет довольно травматично. Хотя теоретически возможно. Сейчас мы больше и больше говорим о блуждающих черных дырах, которых мы можем не видеть и которые внезапно могут появиться ниоткуда, стукнуть по нашему Солнцу, оторвать от него кусок и полететь дальше. Одно время в журнале «Астрономия» фантазировали на этот счет и печатали очень красивые картинки. Периодически эти фантазии возникают. Окей. Что будет со звездой, если она больше, чем наша звезда, по-моему, больше, чем восемь масс Солнца? Это у нас следующие вхождения в группу риска стать черной дрой, скажем так. Но есть еще промежуточная, потому что нас еще интересует нейтронная звезда. Давайте по порядку. Нейтрон, ага, просто не очень помню, какой у нас момент вхождения в черные дыры. Почему-то у меня в голове так вот зафиксировано, что восемь масс Солнца. Нет, это вы совершенно правы. Это правда. Дальше компактные объекты. Ну да, действительно, не доходя до черной дыры, можно еще стать нейтронной звездой. В принципе, на этой границе такое может произойти. Также в случае, если у нас белый карлик превзойдет пределы антрасикара, он поменяет свою структуру тоже на нейтронный газ. То есть вырожденный газ станет нейтроном, что является более, ну как газ, опять же, газ это странно, так называть вещь. конец звезды, которая заканчивает свою жизнь нейтронной звездой, он более, так сказать, драматичный. То есть что там происходит? А, да, более вайлент, что дикий, агрессивный. То есть то, что там происходит, там идет горение, в принципе, то, что мы называем термоядерная реакция, идет дальше. То есть в центре термоядерная реакция с выделением энергии может идти до уровня образования железа. Более тяжелые элементы уже образуются наоборот с потреблением энергии. И в нормальном процессе свечения звезды образовываться не могут. Все они образовываются как раз в результате взрыва сверхновой. Тогда, когда выделяется так много энергии, что часть из этой энергии может идти на дальнейший термоядерный синтез. И то, что у вас на пальчиках золотые кольца, у вас есть кольца? Покажите. Серебряные. Серебряные тоже подойдет. Серебро же дальше в этой таблице Менделеева, конечно. По-моему, да. По-моему, да. Так вот эти атомы серебра, которые у вас сейчас находятся на пальце, они обязательно были образованы во взрыве сверхновой звезды. Они не могли образоваться просто в процессе обычного термоядерного синтеза. Вот как интересно, как мы видим связь этих звездных далеких эффектов непосредственно с нашими так сказать объектами, которые у нас здесь находятся. То есть получается, что... Взрыв сверхновой как раз таки является моментом связанным с перестройкой структуры вещества. То есть когда что-то такое происходит, когда нужно резко меняться, потому что невозможно, то есть нету той реакции, которая могла бы например уравновесить давление этой массы происходит коллапс и вследствие может произойти действительно громадный взрыв. Какая у нас туманность крабовидная, туманность у нас супер пример такого процесса и собственно в середине компактный остаток он есть. То есть там присутствует нейтронная звезда, насколько я помню. Совершенно верно. Два есть вот путать с белым карликом. Но насколько помню, да, нейтронный. Давайте поговорим как меняется основной спектр излучения звезд. То есть такие звезды могут начинать как голубые гиганты. Они будут излучать например как Сириус. Они будут излучать больше коротковолновых потонов, которые более близки к спектру к правой к правой стороне спектра, то есть более энергетические. Мы знаем как бы спектр световой красный. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть красный самые длинные волны, наименьшая температура. Обычно это около 2000 градусов дает нам излучение красное. И далее идет голубому и фиолетовому дальше идет уже ультрафиолетовый и так далее. И действительно если кто наблюдал Сириус, он увидит ну мы говорим конечно об основной звезде. Вторая звезда Сириуса мы практически в домашние телескопы и в особенно невооруженных глазах. Сириус одна из ярчайших звезд на небе. Вот. Она действительно голубоватая. Это мы можем видеть. Какие голубые гиганты они живут недолго. За счет своей огромной массы и огромной площади излучения и самое главное очень активного термоядерного процесса синтеза они могут сгорать буквально за миллиард лет, за несколько сотен миллионов лет. Они живут не очень долго в этой фазе. Хотя это контур интуитивно, потому что казалось бы если у вас больше бензина вы дольше проедете. Так вот это не так. Чем более массивная звезда, тем быстрее она производит этот синтез. И там как раз может идти он слоями. Синтез будет останавливаться, когда образуется железо. Дальше уже в процессе нормальном звезды синтез не может пойти. И наконец что у получается сопротивление ядра снижается, потому что оно, как вы говорите, поджимается за счет потери массы за счет излучения. А давление оболочки продолжается. И здесь могут быть разные вещи. Здесь может произойти тоже начало, и это вот, кстати, уточнение, когда я этим занимался много-много лет назад, я еще об этом не знал. А сейчас уже об этом говорят, как о совершенно ясных вещах, что даже такая массивная звезда может начать с той же фазы, что и звезда нашего размера, то есть превратиться в красного супергиганта, как Беттлгейза, допустим, или на английском ее называют Беттлджюс. А вообще эта Беттлгейза, ее можно найти слева от пояса Ориона, вот эти три звезды, которые легче всего увидеть, и посмотреть налево и чуть вверх, вы увидите достаточно яркую красную звездочку. Это та самая Беттлгейза, супергигант, ее поверхность, если бы мы ее расположили там, где наше Солнце, была бы на орбите Сатурна. Представляете? То есть все внутренние планеты, включая Юпитер, и все, находились при нее, да. Но здесь мы как раз, как ни странно, можем ожидать не то, что она потеряет оболочку и превратится в белый карлик, а что когда произойдет как бы снижение сопротивления внутренней части звезды, она сколлапсирует. И когда она сколлапсирует, она наткнется на 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 то, что вот так вот сразу как бы элементы вещества не дадут ей сколлапсировать полностью до черной дыры. И дойдя до этого предела произойдет вибаунс, то есть сжатие и немедленные как это самое, как отскочило полно. И вот в этот момент выделяется такое количество энергии, что возможно продолжение синтеза уже затратно на то, чтобы образовались все другие элементы, которые атомная масса ядер больше железа, в том числе тяжелые элементы платина, тяжелые элементы уже такие, как даже радиоактивные элементы, которые настолько большие, что как только образуются, они начинают распадаться. Но у них разные, у разных изотопов разный период полураспада. Кто-то очень долго распадается, как ураны, определенные изотопы урана, кто-то очень быстро, но вот их мы потом находим в нашей земной коре и используем для построения атомных станций или атомных бомб, но они тоже образуются в этот момент. И вот когда происходит этот взрыв, то мы видим эту звезду, она увеличивается в яркости, образуется огромная туманность вокруг нее после этого. И вот что останется, как вы называете, компактный объект, тут стоит большой вопрос. как раз вы назвали тот предел, за которым мы можем уже ничего не увидеть, потому что образуется черная дыра, что обозначает, что коллапс произойдет еще дальше, и мы называем это сингулярностью, то есть зоной бесконечной плотности, и мы ничего точно сказать не можем, в каком состоянии вещество там находится. А вот если недостаточно, то тогда образуется нейтронная звезда. Но почему она образуется? Она образуется, потому что электроны как бы настолько под давлением массы высокой, они вдавливаются в протон и образуются нейтроны. нейтроны, да, красиво. И компактность такого объекта, несмотря на то, что масса его значительно больше карлика, но компактность его гораздо выше. И это уже может быть совершенно маленьким объектом, несколько километров, около 10 километров может быть такой объект. Представьте себе сжать звезду значительно большую по размеру, Солнце, до размеров даже при всех потерях 10 километров. Вот тут мы получаем экзотическое состояние вещества и любят ученые говорить, что те, кто заявят, что знают, как устроена нейтронная звезда, они не знают, как она устроена, потому что мы этого не знаем. Мы их определили, вообще узнали о таких объектах, открыв пульсары, то есть наблюдая за излучением из космоса, мы стали получать дробные такие сигналы, очень упорядоченные, ту, 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 и приняли за инопланетные, за искусственные. Оказалось, что просто у этих объектов очень сильное электромагнитное поле, и у них идет поток частиц из их полюсов, такие джеты, и если она оказалась более или менее наклоненной к нам и вот так вот вращается, то этот поток направлен на нас, то поток не на нас, то на нас, то не на нас. Вот такие вот мы можем сказать, что есть пульсары. Да, причем периоды этих пульсаров вообще бывают очень маленькие, до нескольких часов, возможно, даже меньше, это надо посмотреть, поэтому сразу люди не поняли, что это. Секунд. Серьезно, секунд. Вот, народ и не понял, что это такое, потому что ничего в космосе не наблюдалось такого. Были кривые очки, были зависимость, интенсивность для двойных звезд, что-то такое было известно, но вот такого еще мощного достаточно сигнала, потому что джет состоит у нас из очень заряженных, точнее, не заряженных, не то слово, энергичных фотонов с дикими просто энергиями, которые выбрасываются именно в этих пластях нейтронной звезды. Это связано с тем, что магнитное поле нейтронной звезды это отдельная интереснейшая история, оно очень мощное, оно просто не позволяет по своей структуре частицам вылетать иначе, вот, только в полюсах, там, где магнитные линии немножко, может быть, все видели картинку такую с магнитными линиями возле каких-то звезд, да, там есть немножко пространства, чтобы эти джеты могли образовываться, очень интересные объекты нейтронной звезды, можно отдельный эфир по ним сделать, они сумасшедшие вообще. Но о них очень мало что известно. Есть люди, которые занимаются ими все время, и там есть даже такая штука, как кривая охлаждения нейтронной звезды, то есть мы как бы можем эту температуру поверхности померить, и в целом по этой температуре поверхности есть теории, как эта температура от времени зависит, вот, и мы можем предполагать возраст, ну и подобные вещи это вот люди занимаются тоже. Давайте немного поговорим, насколько сверхновые опасны. Взрыв сверхновой, происходящий в достаточной близости, а именно где-то там меньше, чем за 30 световых лет, опасен для жизни на Земле. Мы не наблюдаем таких кандидатов для сверхновых в этом объеме космоса, но если это ближе, чем на таком расстоянии, во время взрыва такой поток нейтрина, к которому привыкли, что они проходят сквозь все, ни с чем не реагируя, но он настолько интенсивный, что это первое, что всех убьет. Причем не только с одной стороны планеты, но и с противоположной тоже, потому что они беспрепятственно проходят через все вещество. Да, но уже не говоря о гамма-излучении, то есть вот даже на таких огромнейших, огромнейших расстояниях может быть такой эффект, то есть называют такую цифру, но бетилгеза находится гораздо дальше, сейчас она безобразно себя вела, то снижала, светимость, то увеличивала, за ней наблюдали, все, поговаривали, а уж не собралась ли она взорваться, вот, но вроде как бы пока поуспокоилась, но она значительно дальше, чем это расстояние. Ну и давайте перейдем к черным дырам, да, то есть если масса, как вы сказали, в 8 раз вы говорите больше, масса Солнца, то процесс сжатия может продолжиться, да, и не остановиться до тех пор, пока объем компактного объекта не окажется внутри так называемого горизонта событий, то есть когда вторая космическая скорость покидания этого объема не станет выше скорости света, и следовательно, никакой сигнал не сможет избегать этот горизонт событий, это и есть определенность определения черной дыры, долгое время люди говорили об этих объектах как о фантастических объектах, несмотря на то, что теория уже была достаточно хорошая, допустим, даже когда я еще был совсем молодой, то тогда говорили всегда с оговоркой о черной дыре, но сейчас можно считать, что существование их вполне доказано, вот это недавняя фотография, облетевшая мир, где мы получили изображение аккреционного диска черной дыры, но это измененное изображение, оно не в таком спектре излучения давалось, но по крайней мере мы можем видеть совершенно очевидно вот эту дугу, то есть они не являются полностью невидимыми, если в них что-то падает, если у них образуется аккреционный диск, и то от трения газа, падающего в черную дыру, разгон настолько велик, что до 10% массы этого газа излучается в виде излучения, то есть вот такой парадокс, что черная дыра может оказаться очень ярким объектом. Мы это встречали на примере сверхгигантских черных дыр в центрах галактик, или их называют активные ядра галактик, или мы можем их понимать как квазары, это объекты квази-звездные, то, что угловая, угловой их размер очень маленький, а расстояние до них очень большие, явно они находятся вне нашей галактики, на огромных расстояниях, мы видим красное смещение, показывающее на то, что эти объекты относятся к более ранним временам развития Вселенной, у нас нету квазаров поблизости, то есть яркость этих объектов значительно превышает яркость всей остальной галактики, мы практически не видим галактику, которая вокруг этого объекта, а видим именно свечения этого объекта. Насчет, кстати, сверхновых, мы тоже должны сказать, что иногда они могут светить сопоставимо со свечением целой галактики, то есть это очень большой взрыв. галактики, здесь насчет черной дыры мы должны сказать, что у нас есть два вида, так называемые астрофизические объекты звездного размера, это как раз те, что больше 8 масс Солнца, это звездные черные дыры, а есть черные дыры супергигантские, то есть 4 миллиона масс Солнца, и даже поговаривают о нескольких миллиардах масс Солнца, находящиеся в центре галактик. Этот объект нашей галактики... У них разная природа, у них разная природа и разные механизмы их появления на свет. Да, в нашей галактике этот объект называется Сагитариус А с звездочкой, созвездие Стрельца. Я был на конференции в 2006 году в Гарварде, именно посвященную сверхмассивным звездам, сверхмассивным черным дыром. И там много обсуждалось вопросов. Но вот вы так уверенно говорите, они по-другому образуются, но знаем ли мы, как они образуются? Вы знаете, как они образуются? Ну, явно там было замешано гораздо больше вещества, это точно, на порядке. Это 100%. Вообще, конечно, это все загадочная такая, как бы, в принципе, объект понятия, но вот природу его изучать очень хочется, а в целом можем только предполагать. Мне хотелось еще немножко добавить про, вот так вот, вы понимаете, да, рождение этой черной дыры, я себе всегда представляла вот этот момент, когда вещества настолько много, что, то есть, массивное, изначально массивный объект, и в принципе вещество пытается сопротивляться гравитационному коллапсу, то есть сначала оно может хочется стать вырожденным газом, да, и получается, что этого мало, потом вещество сжимается и хочет стать нейтронным глазом, и получается, что этого тоже недостаточно, его плотности, его сил сопротивления, да, этому коллапсу, и в конечном итоге уже ломается нейтронный газ, а в целом дальше теории нет, что еще может быть более плотным, и соответственно структура вещества меняется, теория нам так говорит, что, черная дыра вообще не очень понятно, это вещество или это уже нечто иное, больше сказать что-то трудно. считается, что, возможно, рвется сама, так сказать, структура пространства времени, да, и кто-то говорит, что может это как кротовая нора в другую вселенную или какие-то связующие точки между разными вселенными, не надо забывать, что по общей теории относительности гравитация неразрывно связана со временем, да, то есть чем ближе наблюдатель находится к большой гравитационной массе, тем медленнее для него идет время, и если другой наблюдатель находится далеко от него и от этой массы, то для него это время идет быстрее, поэтому мы, в принципе, не можем увидеть объект, упавший в дыру, потому что для нас он будет всегда в нее падающий, потому что по сути дела с нашей точки зрения наблюдения он время для него останавливается, конечно, тот, кто будет там находиться, для него время будет течь по-обычному, он может даже в какой-то момент и не заметить, когда он проходит именно вот этот, потому что этого барьера как такового нет, это воображаемый барьер, но, конечно, возмущения там могут быть такие сильные, что ни один объект, макрообъект не сможет сохранять свою целостность. Это при приближении особенно к маленьким, как ни странно, черным дырам происходит квалификация объекта, из-за того, что на один его конец действует гораздо как бы градиент, вот этот изменение действия гравитации на разные части объекта, вытягивают его как спагетти. в этом отношении очень массивные черные дыры, они менее агрессивны, потому что этот перепад у них более мягкий, чем у менее массивных и более мелких черных дыр, как ни странно. Вот, ну, все эти фантазии насчет путешествий туда и прочее, я считаю, что это, я говорил с космологами об этом, все дело в названиях, как вы корабль назовете, так он и поплывет. Нельзя было называть этот объект дырой, она не дыра, нельзя называть контринтуитивно самый плотный объект во Вселенной дырой, и это создает фантазии, что в дыру можно упасть. Вот, также мы отмечали в других наших эфирах, что и темное вещество неудачно названо, потому что до сих пор у нас нет доказательства, что это вещество, и темная энергия неудачно названа. Дело в том, что, как бы, вот такие названия, они приводят к таким фантазиям, но нам ведь не приходит фантазию путешествия в недра солнца. Нет, то есть это совершенно очевидно. Хотя и такое, мне кажется, даже проще. Да, но по физике, по энергетике того, что происходит в недрах солнца, как бы менее, мне кажется, какая разница, падает с десятого или сотого этажа, результаты обычно одинаковые. то есть это такие объекты, вот черная дыра астрофизического размера, это вы как бы оказываетесь глубоко-глубоко там, где когда-то была вот эта звезда, вы оказываетесь глубоко в ней. Она потеряла оболочку или она вот сжалась, но с точки зрения гравитации вы находитесь на том месте, где когда-то была звезда, вот очень глубоко в ней. Вы представляете, какие силы на вас будут действовать в таком месте, да? Поэтому о каких-либо, в каком-либо присутствии макрообъектов в таких, то есть объектах, имеющих некую структуру, построенную на химических связях, а мы не умеем строить другие объекты, да, как мы можем-то? Только астральные тела какие-то можем. Невозможно вообще себе представить, чтобы они могли присутствовать в таких условиях. И вот эти вот фантазии, они, конечно, отчасти даже вредны. С другой стороны, дырой ее назвали именно за счет надежды на то, что она рвет пространство временной континуум и действительно позволяет каким-то образом проникнуть сквозь пространство и время либо куда-то в другую вселенную, либо в какой-то отдел другой вселенной. Но опять же, практическое приложение таких процессов мне кажется совершенно мифическим, не вменее мифическим, чем верование в то, что мир был создан Богом за шесть дней, а на седьмой он отдыхал. И это как раз где происходит подмена науки на мифотворчество, которое совершенно недопустимо и приносит очень вреда много. Но хочется заметить, что это очень интересно и исследовать этот вопрос интересно. То есть, как только, но для того, чтобы на эти вопросы ответить, нам нужно лучше понимать вообще структуру нашего пространства, поведение частиц, то есть, очень много, очень много неотвеченных вопросов физики на самом деле до сих пор и магнитные свойства, и откуда берется гравитация, что это такое. Ну, как бы исследовать есть что. И это очень интересно, но просто, да, какие-то однозначные выводы делать рановато. И в завершение нашей передачи ответим на такой вопрос. А черные дыры, вот если что-то туда попало, это навсегда или все-таки они могут испаряться? И ответ нам дал Хокин, это тот замечательный ученый, который все время был парализован в кресле и сейчас недавно умер. Да. У него есть работы по так называемой радиации Хокина, которую он предсказал за счет того, что преобразование пары виртуальных частиц на границе горизонта событий именно за счет квантового эффекта частица может оказаться вне гравитационного как бы зоны, где скорость убегания выше скорости света и может оказаться в той зоне, где она ниже скорости света и таким образом может идти снижение постепенной массы черной дыры. И недавно считается, что его теория была как бы доказана, что действительно такое возможно. Я очень хочу вас поблагодарить, Ольга, мне кажется, это очень интересный разговор, конечно, мы не смогли войти во все тонкости и подробности, но мне кажется, что вот именно то, что в последние 50, скажем, 60 лет мы развили такое глубокое понимание эволюции звезд, делает астрофизику чрезвычайно привлекательной, интересной и яркой наукой. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok